Не томи нас ожиданием, дурай! Показывай уже! Да не при людях же! По этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу. Погнали! Не лезь к ты игру, они тут тебя расторзают, усок! Получается, мы просто его немного погоняли. Но я же почти его расколол. Ха! Похоже, Куфина сегодня достаточно. Вот бы ещё одну улику. И тогда бы я смог снять подозрения с Нэнси. На этом я объявляю конец перекрёстного допроса. Мистер Тигра, можете идти! Всё за фигня. Стоп! Постойте! Ваша честь! Детектив! Детектив Гамшу! Извиняй, что заставил ждать, приятель! Я! Я! Я поставил на это всё! Даже свою карьеру! Вот, держи! Моё сердце так бешено колотится! Детектив! О чём вы говорите? Разве не очевидна, Ваша честь? Это последняя и самая важная улика! С... Что?! Восьмое января, 1448, окружный суд, вестибель подсудимых номер один. Извиняйте за ожидание, но наконец-то у меня есть результаты исследования. Результаты? Отпечатки пальцев, приятель, которые на пузырьке! Точно! Ну что, вы узнали, кому они принадлежат? А как же? За кого ты меня вообще держишь? Ну же, не тяните резину, они принадлежат тигру, да? Я знала! Ха-ха-ха! Попало в точку! Притом, они крайне чёткие, да ещё и по всему пузырьку! А нет, он точно побывал в лапах нашего фурио-тигра! Класс! Теперь мы его прижмём, да, Ник? Что с тобой? Почему замолчал? Детектив Гамшо поставил на кону всё ради этой улики! Я понимаю. Просто... Простите. Сложно об этом говорить, но... Это едва что-либо изменит. Что? Как? Почему? Нам нужно доказать, что именно Тигрос отравил жертву. Он уже признался, что виделся с Гленом Элгом. Так что найденные отпечатки не играют никакой роли. Просто прекрасно! Как воду глядел! Как бы сильно я ни старался, всё равно получается лажа! Детектив Гамшо, не надо так! Это был последний шанс помочь Нэнси! И что в итоге? Я потрачил над ненужной уликой! Можете не говорить! Я настоящий неудачник! И мне об этом давно известно! Детектив Гамшо, Нэнси, вы всё это сделали ради меня? Прости, Нэнси, я подвёл тебя! Я знаю, ты не виновата! Ну что я за детектив-то такой? Мы должны доказывать чью-то невиновность! Мне очень жаль! Потопал-ка я отсюда! Детектив Гамшо, постойте! Он ушёл. Ник, мы хоть что-нибудь можем сделать? Очень хотелось бы. Гамшо так потел, чтобы помочь. Вот бы можно было как-нибудь воспользоваться пузырьком. Восьмое января, пятнадцать ноль четыре. Окружный суд, зал суда номер четыре. Мистер Райт! Да, Ваша честь. Я одобрил перерыв, чтобы вы могли подготовить эту важную улику! Эээ, да! Не томи нас ожиданием, Дурайт, показывай уже! Да не при людях же! И, конечно же, мы можем рассчитывать, что это не блеф, так ведь? Думай, Феникс, думай! Не дай трудом Гамшо сгинуть в небытие! Да сколько можно ждать уже! Я никогда не был в судах! Пиздец! Но я уже вижу, как вы все любите делать из мухи слада! Учитывая, что это важная улика, она всё скажет сама за себя! Однако, вы должны будете озвучить свои мысли, мистер Райт! Я точно не докажу ничего нового! Меня попросту загнали в угол! Но что, если дать почувствовать ему вкус победы? Тогда он расслабится и подставится под удар! Мистер Райт, не заставляйте нас ждать! Предъявите сону эту важную улику! Так, стоп, нет, не это... Вот это... Вот! Это последняя улика стороны защиты! Разве это не?! Ваша честь! Суд уже осведомлён о содержимом этого пузырька! Однако, нам стала известна новая информация! Мы теперь знаем, кому принадлежат отпечатки пальцев! И они принадлежат вам, мистер Тигра! Что?! Ну, мистер Райт! Какой вывод вы хотите сделать? Всем известно о содержимом этого пузырька! Кроме одного человека! Теоретически, он должен оставаться в невидении! Что, мои отпечатки на этом бабском флаконе?! Что ты хочешь этом сказать?! Да! И вообще, что вном?! Ненастоящий суд, ненастоящие адвокаты, ненастоящие улики! Всё в этом суде ненастоящее! В таком случае, пришла пора и мне представить ненастоящее доказательство! Мистер Тигра! Данная улика докажет вашу вину! Почему, спросите вы? Потому что в этом пузырьке содержится... Цианистый калий! Содержится... Цианистый калий! Ци-цианистый калий?! Яд, который могиле мистера Элга, ваша честь! Убийца хранил яд, именно в этом пузырьке! Ещё на нём мистер Тигрэм, отпечатки ваших пальцев! Ну что, как вы это объясните? Бу-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га-га! А ты отличный клоун, знаешь, а?! Что? Адвокаты из тебя, конечно, не ахты! Но ты меня развеселил! Ты думал, что Тигр купится на твой блеф? Какой блеф? Да я ж тебя насквозь вижу, Феликс Райт! В этом пузырьке нет никакого цианида! Да вот и нет, мы нашли внутреннего следа яда! Не жутитесь, Тигрэм! А иначе он разорвет вас в клочья! Пузырок был коричневым и сделанным из стекла! А эта дышевка на него вообще не похожа! А откуда ты знаешь? Неловко, да? Попался! Наконец-то! Ч-чего?! Чего это вы все так притыхли? Я сказал, что пузырок! Вы говорите об этом пузырьке? Ну да, он самый! Циани точно был в нем! Но моих палцев вы не найдете! Люди, не верьте этому разадетому глупцу! Этот адвокатик просто пошутил! Скажите ему, мистер прокурор! Скажи ты ему, свалит! Вы осознаете, что сейчас сказали? Или вы так ничего и не поняли? А что? Что я сейчас сказал? Вас вызывали в суд совсем недавно. Как человек, не причастный к убийству, вы не должны были ничего знать. И, разумеется, вы не должны были знать, в каком пузырьке содержится цианистый калий. И только что вы выдали себя перед присутствующими. Вы в точности описали, в каком пузырьке убийца хранил яд. Да вы не знаете, с кем связалась. Я тыгр, я ворочаю миллионами на чёрном рынке. Вы думаете, я позволю этому разодетому хлыщу зарканить меня? Верно. Моё доказательство было ненастоящим. Но ничего более вы не заслужили. Ненастоящий суд с ненастоящим адвокатом. В конце концов, вся эта игра обернулась против вас. Самой настоящей фальшивки. Хиран бомбанул. Бляд, это же свет вырубило. Что, что произошло? Похоже, свет вырубился. Поздравляю, дурает. Я припас семнадцатую крошку специально для тебя. Да бля! Наслаждайся. Пока полиция загоняет твою добычу в клетку. Мистер Райт! Тигр вошёл погулять! Но вы заперли его обратно! Мистер Годан! Как дела у мистера Тигра? Он арестован по подозрению в убийстве Глонелга, ваша честь. Какое счастье! Что мы исправили эту страшную ошибку? Мисс Ворон признали виновной при отсутствии настоящего адвоката. Да, именно так. И при отсутствии надёжных улик. Но Тигр допустил промо. Верно! Если бы не его слишком длинный язык, ему бы всё сошло с рук. Фурио Тигра поистине страшный преступник. Ха! Истинный страх. Сегодня вызвал наш адвокат. Года. Итак, я готов огласить новый приговор. Суд признаёт, что ранее осуждённый... НЕ ВИНОВЕН! НЕ ВИНОВЕН! Это я... У меня нет слов. Спасибо, сэр! Поздравляю, Нэнси! В прошлом году мистер Райт меня подвёл. Я была в бешенстве. Ну, а теперь я готова его простить. Так это вообще был не Феникс. Эх, ей похуй, да. Эй! Это был не я, Нэнси! Это был Тигр! Ник, смотри. У дверей. Детектив Гамшу. Ой, кажись мне уже пора. Стойте! Детектив Гамшу. А, а, да. Поздравляю, Нэнси! Спасибо. Я так и знал, что ты невиновна. Почему же вы не сказали тогда об этом в суде? А-а-а... А-а-а... Ну, я... Ой, кажется мне уже пора. Детектив, стой, сука! Он просто сбежал. Нэнси, почему ты на него до сих пор взлежешься? Он себя просто не жалеет. Это благодаря ему мы получили тот пузырёк. От которого не было толку. Но... Просто мистер Райт умно им воспользовался. А бедный детектив Гамшу просто бегал туда-сюда. Бля, я б ею шатал. Бедняга. Похоже, она ещё не готова его простить. Может, ты как-нибудь подсобишь ему ник? Да, Майя права. Я должен выручить его. Гамшу этого стоит. Слушай, Нэнси. Понимаешь, детектив Гамшу места себе не находил из-за тебя. Хотелось бы верить, сэр. Но в первый же день суда... Он фактически сам разрешил судье меня запереть. У него не было выхода, Нэнси. Он же детектив. Он сообщал об известных фактах. Да, он просто не верил мне. Он думал, что я способна на убийство. Мне нужно как-то доказать, что Гамшу заботился о ней. Точно! Я сделаю ей небольшой презент в честь освобождения. Нас офисонал. Вот. Держи. Презент в честь твоего освобождения. Это же... Подарок от детектива Гамшу. Сделано чистого сердца. Он очень переживал из-за того, что ты сбросила вес. Детектив Гамшу. Я... Я правда люблю сосиски. Ну, хотя бы одна девушка так любит сосиски. А то все мужики да мужики. Хуя. Вы слышали? Я тоже немножко проголодалась. Да уж, этот суд нас всех вымотал. Эм... Вы не против, если я их сейчас съем? Да ради бога. Ну как, вкусно, Нэнси? Они... Очень вкусные. Итак, схватка темного феникса и настоящего подошла к концу. Все ложные обвинения в адрес Нэнси Ворон были сняты. И кто знает, может, это предзнаменование новой главы в ее жизни? Может? Глава третья, рецепт для дела, конец. Эй, мы закончили. Добавлена новая глава, которую мы будем проходить уже в следующий раз. А на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok